Вчера мы были в Флоренции, и температура доходила до 45 градусов. Сейчас в Риме температура поменьше, но все равно шахтоважно. Идет очень много цыган, которые воруют деньги. Мы сейчас находимся в Риме, и тут дыхает сумма как то, что я даже не знаю, что сказать. Да, мы очень красиво. Здесь очень грязно, очень много лучков. И все это уходит на задний план, потому что те сооружения, которые мы сейчас находим, они невероятные. Знаете, Рим похож на какие-то развалины. Здесь я не знаю, где люди живут, но просто архитектурная часть, историческая, это победа всего города. Мне кажется, Рим это одно из самых красивых мест на нашей земле. А еще нам дали наушники. Но мы не совершали. Мы наконец-то встали и прибыли в Ватикан. Очень жарко. Здесь уже, наверное, больше сорока, потому что температура, конечно, сумасшедшая. Людей огромное количество, но вот этот контраст между одним государством и другим очень интересный. Граница с Ватиканом определяется лишь одним металлическим заборчиком. Там нет ни охраны, ни никого абсолютно. Все очень просто. Зайти можно без всяких билетов в чего-либо еще. Мы сейчас находимся в Маке на территории Ватикана. Выбор самого Мака намного обширнее, чем у нас. В целом, в принципе, адекватный. За салат, ваганбер, колод и мак в флоре мы отдали 11 евро. Для Европы вполне адекватно. Попробовать стоит. Собой в Маке в Ватикане выдают именно так. Положили кучу салфеток, дали бесплатно колу. Кстати, вот в Макфуре у них какой-то интересный шокомикс или что-то такое со всякими зелеными. А еще есть китка. Да, еще есть киткат. Блин, надо было киткат брать. Таня заказала еще себе салат. Вот тут. Так, тут бутыр у такого. В отдельную такую. Попробую. Салат. Салат с чистыми кусками мяса. Салат с чистыми кусками мяса. Салат с чистыми кусками. Все, с Римом мы покончили. Это было очень увлекательно. Надеюсь, Тане понравилось, несмотря на всю эту мощную жару. Потому что, Тане, очень плохо. Да, там. Да. Сейчас я мечтаю о море, что мы сейчас поедем купаться и загорать. Возле входа на территорию Ватикана есть неплохая лавка, в которой работают люди, отлично разговаривающие на русском языке. Поэтому, если кто-то захочет купить себе сувениры домой, то смело заходите в эту лавку. Она находится буквально с левой стороны от входа в Ватикан. Когда мы были в сувенирной лавке, девушка сказала, что она родилась в Ватикане. И не считая себя итальянкой. Те, кто родился в Ватикане и живут в Ватикане, если спросить, кто ты по национальности, они говорят, что они жители Ватикана, а не итальянцы. Хотя Ватикан расположен на территории Италии. Ну, блин, у всех свои причуды. Это очень смешно было. Три человека подошла, спросила и троим людям. Она ответила с такой надменностью, как будто спрашивают какие-то ужасные вещи. Если честно, Венеция очень красивый город. Мы были сюда на рякте какой-то. Звою мы пропустили, были на чужой. Сейчас мы с ними передовольные толпы людей, и они нас все стоят. А вы знали, что гондола... Правильно говорить не гондола, а гондола. Я просто не знаю. У всех своих традиций. Честно, я был включлен Римом, но теперь Венеция будет стала куда более интересной, чем Рим. Потому что здесь каждый элемент это такая дикая история, что мы должны сходить с ума. Венеция Здесь очень-очень-очень узкий дворик. Нам рассказали, что сейчас здесь живет 54 тысячи человек, но каждый раз они уезжают. Потому что первые этажи заливает, вода стоит от 4 до 6 часов. Здесь в некоторых местах очень противный воздух, но, господи, это очень красиво. Таня, что ты смеешься за ним? Это проспект. Подсвек. Зачарована этим городом. Мне очень-очень нравится. И самое главное, что все мифы развеяны, что они все входы в воду бросают. Это неправда. Мы перед поездами в Венецию с Таней спорили. Я говорил, что они все сбрасывают сюда вот в воду, в каналы свои. Но оказалась у них здесь нормальная система по отходам. Вода питьевая в кранах течет. И не боняет вообще. Хотят ввести запрет на определенное количество туристов в городе. Даже венецианцы сами бастуют. Но это, блин, мне кажется, это такое достояние ЮНЕСКО, достояние всей человеческой истории, Я говорю, что сюда просто априори нельзя запрещать въезд. Я сейчас про ЮНЕСКО и завтра о достоянии истории. У нас есть знакомая Яна, которая шарит в этой штуке. Поэтому я думаю, привет, ЮНЕСКО. Все к ней. Да, это наш татура-оператор. Высок重勇. Все скороzekо-операторы. Все скоро-четыре по телефону рассчит ξистрели. Держи! Субтитры сделал DimaTorzok